Сегодня прошло первое заседание экспертного совета при фракции Единой России Республиканского парламента. На нем отчитались представители министерств. Главный вопрос о цифрах, в счетах, фактурах и в ценниках. В результате депутаты решили контролировать работу коммунальных служб и аптек, особенно то, как формируется стоимость лекарств и услуг. Управляющие компании начисляют тарифы от балды. С расчетом, сразу скажем, на то, чтобы человек, внимательно не проанализировав, не изучив свою платежку, побежал платить. И, к сожалению, такие люди у нас есть. Не доверять счетам фактур мы все перепроверять, советую депутаты татарстанцам. Населению нужно как можно больше информировать о тарифах и их правах, уверены единороссцы. Прозвучало предложение запретить управляющим компаниям размещать на оборотной стороне счетов фактур рекламные объявления. Эту возможность нужно использовать только в одних целях – донести до потребителей важную информацию. А вопросов этой зимой возникло много. Телефоны горячих линий буквально разрывались. Практически всех беспокоило одно и то же – резкое увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг за январь. Однако нарушений выявлено не было. Почему? Потому что январь – характерный месяц. Он не такой, как все остальные, так как первая декада января – это население, все находится дома, это праздники. В связи с тем, что население дома находится, однозначно потребление ресурсов увеличивается. И все же цифры экспертный совет будет контролировать. Это цены и на бензин, продукты, услуги, лекарства. По медикаментам уже есть результаты. Они стали дороже. Чиновники Минздрава это подтвердили. Правда, с оговоркой. Большая часть аптек предельного уровня не нарушала. Но в девяти пунктах продажи лекарств все же установили цены на жизнь и необходимые препараты выше установленного предела. Сейчас ими занимается прокуратура. Бороться намерены и с врачами, которые отправляют своих пациентов с рецептами в конкретные аптеки. У населения есть возможность выбора. И не идти в ту аптеку, которую указал врач. Это мы будем разъяснять и, безусловно, будем работать с врачами в этом направлении. О любых нарушениях единороссы просят сообщать на телефоны горячих линий. Именно там представители совета будут черпать информацию. Альбина Патрушна, Арат Мухаммедзянов, Вести, Татарстан.